Славинский район продолжает подтверждать свою репутацию территории, где всегда готовы доброжелательно и гостеприимно принять гостей со всего Краснодарского края. Региональная техническая конференция радиолюбителей была проведена в хуторе при Кубанском. Радиоспорт – это комплекс из разнообразных спортивных дисциплин, общая задача которых заключается в максимально быстрой передаче и приёме сообщений при помощи радиостанции. Для этого применяются различные радиосредства, в том числе и любительские, используемые для обмена сообщениями. Не так давно увлечение радиолюбительством было очень популярным, и сейчас оно в Славинском районе вновь находится в центре внимания всех заинтересованных в этом людей. В этом мы ещё раз могли убедиться, побывав на региональной технической конференции радиолюбителей, которая прошла в Доме культуры хутора при Кубанского, на важное мероприятие, где обсуждались актуальные вопросы работы и показывались интересные технические решения, приехали радиолюбители из целого ряда городов и районов Кубани. В ходе конференции были сделаны доклады о поворотных механизмах и контроле управления поворотом КВ и УКВ-антенн, состоялся обмен опытом работы с радиолюбительскими программами, а также демонстрация любительской радиосвязи из автомобиля. Были здесь и ребята из недавно организованного радиокружка Центра дополнительного образования Славянска на Кубани. Это, конечно, очень радует руководителя регионального отделения Союза радиолюбителей России по Краснодарскому краю Анатолия Попова. Подпитка молодая, она нужна. Мы, в свою очередь, тоже кое-что помним, кое-что знаем и кое-что умеем. И нам есть кому это передать, чтобы, ну, скажем прямо, чтобы не умерло радиолюбительство. Там масса, много всего интересного. Только наша региональная программа, называется она дипломная программа «Кубань». Она освещает полностью быт, жизнь нашего Краснодарского края, его героику, то есть и годы Великой Отечественной войны, и создание нашего Краснодарского края. Для юных славянцев, делающих только первые шаги в этом деле, общение с опытными радиолюбителями очень полезно, поскольку позволяет им получать ответы на свои вопросы и расширять горизонт познания. Очень значимое мероприятие состоялось, которое позволяет опытным взрослым, обладающим большими знаниями в радиолюбительстве, передавать свой опыт молодому поколению. Именно это очень важно. Я напомню, что мы уже второй месяц строим коллективную детскую радиостанцию. Организовали уже радиокружок на базе МАУ, Центра дополнительного образования, юзерные техники так называемые. Это очень здорово, потому что стране нужны инженеры, стране нужны связисты. Специальное свидетельство об образовании позывного сигнала опознавания было вручено в этот день представителю детской коллективной любительской радиостанции, что важно для дальнейшей работы. Сообщество радиолюбителей Кубани, Славинского района предприняло усилия и добилось, и помогло, и даже, в общем-то, сделало очень важный шаг. Они получили позывное на нашу детскую коллективную радиостанцию. И мы сегодня получили свидетельство, официальный документ. Мы теперь официально можем работать с детьми в эфире на весь мир. Увлечение радиоспортом при правильном подходе очень способствует патриотическому воспитанию юношества. В нынешнем году, как и раньше, кубанские радиолюбители планируют встретить День Победы активными мероприятиями. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События». Продолжение следует...